Малыши с автоматами, школьники на коленях или лежащие на полу спортзала в форме буквы Z. Георгиевские ленточки и военная форма. Так, в образовательных учреждениях России сейчас учат любить родину и быть патриотами. Над новыми программами и методичками неустанно работают Министерство просвещения, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, Росмолодежь, Юнармия. Конечная цель – лояльность к государству. Глубокая связь истории с настоящим, которая станет основой непоколебимой преданности стране. Чтобы дети говорили, транслировали вот эти вот сообщения. Конечная цель – связать то, что сейчас происходит в Украине, с предыдущими нарративами о лояльности, самопожертвовании и национальной гордости. Цель внедрения этого в школах сейчас состоит в том, чтобы вовлечь детей всех возрастов в этот как бы последовательный цикл русского патриотизма. В российские образовательные учреждения спускают сверху инструкции для специальных уроков по истории и общества знанию с говорящими названиями «Защитники мира», «Братство славянских народов». Проводят акции и конкурсы как региональные, так и общероссийские. «Сталинград. Родина Победы. Письмо русскому солдату». Милитаризм, самоотверженная вера во Отечество и готовность умирать за него – исследователи указывают на параллели с методами и целями такого воспитания в трагических страницах истории 20 века. На самом деле есть много параллелей. Я недавно смотрела видео, где Высоцкий поет солдаты группы «Центр», где говорится о немецких солдатах, марширующих по Украине. Но каждое слово лирики на самом деле кажется очень хорошо применимо к нынешнему российскому вторжению в Украину. Что чрезвычайно трагично и очень иронично. Самое интересное, кто-то взял и заменил первую букву в слове «Центр» на «З», чтобы проверить параллель, что должно быть для россиян источником большого когнитивного диссонанса. «Нужно понять, что все немного сложнее, чем может показаться. А события сегодняшнего дня берут свое начало задолго до нашего рождения. Рождение наших мам и пап, дедушек и бабушек. Внимание на экран». «Мы говорили на одном языке. У нас одна история и обычаи. Мы называли себя русские люди и были едины. Славянские племена назывались русскими народами до середины прошлого века. Украинниками или украинцами назывались народы, живущие на пограничных землях. Термин применялся к разным областям Руси. Например, Псковская, Сибирская Украина. Открытый урок «Защитники мира» созвучен в статье об историческом единстве русских и украинцев Владимира Путина и его речи о признании независимости сепаратистских ЛДНР. Видеоурок рассказывает детям старше шести лет, почему Украина не рассматривается как независимое государство. От редактированные учебники истории. Правильно в русле государственной политики подана информация, целый арсенал готовых аргументов для споров, верный ракурс в совокупности с активным обращением к эмоционально значимым событиям, таким как Великая Отечественная война – основа для воспитания нового российского поколения, поколения «З». И это вовсе не цифровое поколение «З» – зумеров. «Если углубиться в этот вопрос, то видно, как на самом деле законные аргументы об исторической идентичности исторической памяти заменяются верностью какому-то символу. Эта слепая преданность почти как культ, на самом деле вытесняет историческую память, нежели усиливает ее». Детей в начальных школах учат новым песням о том, что Украина и все украинские города – часть России. «Это их родина, и они будут ее защищать». Еще более коварные способы, в которых эта компания «З» проявляется, например, маленькими буквами эти значки рисуют на домашних заданиях для школьников. Складывается впечатление, что это очень скоординированная государственная компания, которая стремится использовать этот символ, вероятно, в долгосрочной перспективе, как знак верности детей государству и родине. Владимир Путин в конце апреля подписал указ об объявлении 2022-2031 годов в России десятилетиям науки и технологий. При этом 13 апреля правительство Российской Федерации приняло постановление о новых правилах для учебных заведений и их сотрудничества с иностранными институтами или гражданами. Программа обмена и взаимодействия, например, с университетами недружественных стран, таких как ЕС или США, усложнены или невозможны. Международное сотрудничество, как и плоды десятилетия науки и технологий, Россия будет делить с такими странами, как Беларусь, Сирия и Эротрея. Продолжение следует...